Вопросы и ответы 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 Варвара, сколько детей можно в рамках одного заявления указывать по программе ЕБИ-5? В программу ЕБИ-5 входит супруг, супруга и дети до 21 года, не состоящие в браке. Если их 8, можно все 8. Ограничений никаких нет. Однако, то, что Мария уже говорила, еще раз хочу подчеркнуть, очень часто, достаточно большой процент наших клиентов, они рассматривают программу ЕБИ-5 не столько для себя, сколько для своих детей. То есть они готовы оформлять документы на ребенка, когда они сами остаются в России, активы их в России, ребенку оформляют непосредственно дарение, и за счет этого оформляются документы. При этом ребенок получает грин-карту, имеет право устроиться на работу. После окончания университета сейчас очень сложно даже с американским образованием найти работодателя, который готов оформить визу H-1B, поэтому родители, которые могут себе это позволить, они этот вариант рассматривают, и это достаточно большой процент обращающихся клиентов. Также можно документы оформить на супругу, включить детей. То есть таким образом мы в одну сумму включаем супругу и детей, а папа остается также в стороне. Но маме придется пожить какое-то время в США при этом. А, вот еще забыла сказать, если оформили на ребенка, то когда ребенок получит гражданство, это через 8-9 лет, они могут подать на воссоединение семьи, если они не изменят иммиграционные правила к тому времени, о чем очень много разговоров, то вот такой способ тоже интересный. Если родители понимают, что они потом в любом случае хотят переехать к детям, то лет через 8-10 это возможно будет сделать после того, как они получат паспорт. Так, вопрос от Натальи. По какой причине могут отказать по визе ИБ-5? Но это иммиграционные структуры, поэтому иммиграционные структуры, за них сказать 100% нельзя, но есть основные пункты, по которым может быть отказ. Это сомнения иммиграционных органов по законности получения денежных средств. То есть вы готовите с адвокатом очень подробный пакет, который описывает, откуда у вас появились денежные средства, и после этого вы даете петицию. Миграционные службы имеют право запросить дополнительную информацию, которая их интересует по одному или нескольким источникам получения денежных средств. И если их не устраивает ответ, и они сомневаются в достоверности предоставленных данных, это может явиться причиной отказа. Также причиной отказа может явиться скрытые правонарушения, которые вы не указали в заявлении. То есть нарушение законодательства как в США, так и за его пределами может явиться причиной отказа. Вопрос от Арины. Про 10 рабочих мест. Это могут быть свои сотрудники из России или же должны быть местные? То есть это должны быть либо граждане Соединенных Штатов Америки, либо постоянные резиденты, у кого есть грин-карта для проживания. Вопрос от Юрия. В данном случае каждый инвестор вносит требуемую сумму по EB-5, или эта сумма может делиться на всех инвесторов? Сумма 900 тысяч долларов должна идти на заявление. То есть это либо инвестор, либо инвестор, и члены его семьи могут включаться в одну заявку. То есть минимально 900 тысяч долларов. Так, вопрос Екатерины мы уже ответили. Алина, были ли на практике отказы? Отказы были, как я проговорила, причины вот по источнику получения денежных средств или скрытым правонарушениям. Сейчас передам на блок вопросов слово Марии, и, наконец, там еще парочку остались для меня. Мария, передаю вам слово. Да, спасибо, Варвара. Тогда вопрос от Александра. Мария, добрый день. Есть ли понимание, как повлиял на подсчет дней с точки зрения резидентства карантин? Очень хороший вопрос и актуальный, главное, вопрос. На текущий момент, пока конкретики и конкретных законопроектов в американском законодательстве нет, касательно того, как рассчитывать, исключаются ли дни, которые пиздлицы, например, провели нечаянно, находясь на территории США, потому что были застигнуты карантином. Но такая общемировая тенденция вообще есть. Есть публикации ОСР, где говорится о том, что каждая страна, ну, есть такая рекомендация, с точки зрения определения налогового статуса необходимо внести корректировки. Ну, вот в частности, например, у нас был принят законопроект, по которому можно стать налоговым резидентом России, проведя не 183 дня, как положено, а проведя всего лишь 90 дней. Это будет такой некий заявительный характер. Но это для тех лиц, которые всегда были резидентами и хотели продолжать свое резидентство, но вот, к сожалению, не смогли из-за того, что застряли на карантине. Я думаю, что в Америке вполне вероятно, год еще не закрыт, во-первых, подавать отчетность за 2020 год, там, будем самое раннее, в апреле 2021 года, так что вполне возможно, что какие-то еще будут, какие-то будут изменения. Далее вопрос, я пропущу вопрос для Варвары, потом вернемся к нему. Ситуация, вопрос от Анны. Ситуация с Тиньковым, это налог на выход, а как определяется стоимость активов, если это не ценные бумаги? Совершенно верно, ситуация с Тиньковым, это налог на выход, и об этом достаточно много писали, говорили. Суть заключалась в том, что при выходе из гражданства, там подаются специальные налоговые формы, и несмотря на то, что на момент выхода у Тинькового владения был достаточно большой пакет акций, компания, которая вышла к тому времени уже на IPO, была заявлена какая-то некая несущественная сумма. То есть это все об этом, это публичная информация, но как будет судебное дело развиваться, не нам судить, посмотрим, но вообще это такое очень существенное нарушение, и как вы видите, по срокам исковой давности, вся эта история произошла, по-моему, в 2012 году или в 2013, мне кажется, в 2012, дело было возбуждено, огласку получила в конце 2019 года, поэтому тут про три года говорить не приходится. С точки зрения, как определяется стоимость активов, если это не ценные бумаги, стоимость активов определяется по оценке. Вообще определяет налогоплательщик, на нем лежит обязательство правильно рассчитывать свои налоги, но для того, чтобы правильно рассчитать налоги, необходимо понимать, сколько тот объект имущества стоит. Оценка независимого оценщика. Вопрос от Елены. Правильно ли я понимаю, что физическое лицо самостоятельно рассчитывает, уплачивает все, а не налоговый агент? В целом, да, но тем не менее, если выплаты идут от американской компании, которая признается налоговым агентом, ну, например, работодатель, то работодатель удерживает по фиксированной ставке, удерживает налог ежемесячный, так же, как у нас, да, к примеру, 13%. Но затем по результатам года физическое лицо все равно обязано подать декларацию и рассчитать свой эффективный налог и финальный налог, который нужно доплатить, потому что вполне возможно, чтобы были иные доходы, с которых не было удержания. Либо наоборот, у физического лица были дополнительные вычеты, которые налоговый агент не учитывает. И тогда физическое лицо получит возврат. Вопрос от Ильи. Коллеги, спасибо, все интересно, в США-то пока хочется, но уже меньше. Уточните, пожалуйста, про налоги с доходов, полученных в других странах. Они облагаются налогом США. Ну, соответственно, доход, полученный, доход, который получен в другой стране, должен быть показан на налоговую декларацию США. На него рассчитывается налог. Допустим, это максимальная ставка 37%. Если с этих доходов налог был где-то уплачен еще, к примеру, в России по ставке 13%, то 13% вычитается из 37% и остаток 24% подлежит уплате в налоговую службу США. Вопрос... Она подается либо на бумаге посредством отправки курьерской службы, либо в электронном виде. Вопрос от Алии. Варвара, Мария, Анастасия. Какие есть варианты для свободного проживания в США с налоговым резидентом? Российская налоговая система выглядит уже не так страшно. Варвара, наверное, вам передам с точки зрения, какие визовые возможности есть для нахождения в США. Ну, как я понимаю, вы кратко о них говорили в начале. Да, спасибо, Мария. Но на самом деле этот вопрос у нас возникает уже не на первом мероприятии, которое мы проводим совместно с коллегами. Очень хочется узнать, как бы жить в США постоянно, но при этом не платить налоги. Какая бы... Поговорка, как бы нам залезть на елочку, и чтобы ничего не случилось при этом. К сожалению, если вы хотите постоянно жить в США, как уже проговаривала Мария, это не столько привязано к вашему типу визы, сколько привязано к времени, которое вы проводите в Соединенных Штатах. То есть даже на основании туристической визы, если вы постоянно много времени проводите в США, у вас есть риск нарваться на налоги. Если говорить про визовые категории, то здесь есть простое разделение. Вот то, что я вначале говорила, не иммиграционные и иммиграционные визы. Иммиграционные визы – это грин-карты, и оно автоматически влечет к получению налогового резиденства. А не иммиграционные визы, студенческая виза непосредственно, Л1, И2, О1 – это не иммиграционные визы. То есть автоматически налогового резиденства вы не получите. Но если вы проживаете там больше, чем полгода, и по сумме время вашего пребывания больше, чем требует формула, то вы в любом случае будете обязаны платить налоги. Так, еще несколько вопросов. Вопрос от Михаила. Привязана ли виза к штату? Если мы говорим про программу EB-5, непринципиально в каком штате находится проект, то есть после получения визы вы можете проживать в любом месте Соединенных Штатов. Далее вопрос по учебной визе от Валентины. Варвара, добрый день. Учебные визы сейчас тоже не выдают. Можно ли заехать по одной визе и на месте оформить другую? По учебным визам на настоящий момент времени ситуация такая. Если у вас была виза, ее необходимо продлить, это возможно сделать. Также возможно продлить туристические визы. Если для этого есть какое-то срочное основание, там болезнь родственников, какой-то поездка в больницу и прочее. То есть вот в таких чрезвычайных ситуациях, которые вы можете подтвердить документами, рассматривают продление визы без интервью. Когда возобновят стандартную работу посольств, к сожалению, сложно сказать. Так, и можно ли заехать по одной визе на месте и уже оформить другую? Да, такой вариант есть, но необходимо понять, сколько будет по времени переход с одного типа визы на другую, и это может повлечь какие-то ограничения с точки зрения перемещений за пределы Соединенной Штаты. Если вы планируете приехать и находиться постоянно на США, возможно смена статуса в Штатах. То есть, например, если мы говорим про визу И-2, вы можете заехать на основании туристической визы, пробыть там 90 дней и после 90 дней подавать документы на визу И-2, находясь на территории США. Это, правда, не отменяет того, что вам потом придется при выезде из США получать визу в консульстве, но, тем не менее, такая возможность существует, и в зависимости от ситуации нужно уже чуть подробнее разбираться с миграционным адвокатом. И, похоже, вопрос, вообще нигде сейчас визу в США не получить от Александры. Сейчас у нас ситуация такая, в России туристические визы не дают, вот в Европе идет запись на интервью на конец года или уже на следующий год. Возможность была получить визу в Лондоне, надо смотреть, открыты или закрыты сейчас слоты, но в Лондоне нужно принимать внимание, что там есть карантин при приезде из-за границы. Ну, опять же, вот сигнал того, что консульство начало прием документов для граждан США буквально вот последние 10 дней, дает нам слабую надежду на то, что консульство все-таки до конца этого года откроет на прием по остальным визам. Вопрос от Вадима. Каким образом нужно подтверждать легальность денег на ИС-5? С точки зрения законности получения денежных средств, в момент достаточно такой объемный и сложный. Иммиграционную службу интересует источник получения денежных средств и также подтверждение получения денежных средств вами на ваших счетах. То есть, если мы говорим, например, про то, что ваш работодатель выплачивал вам зарплату и на основании этих денег вы накопили 900 тысяч долларов, вам необходимо будет показывать 2 НДФЛ, справку с работы, и все отчисления по 2 НДФЛ должны совпадать с вашей банковской выпиской по суммам, и нужно будет иметь возможность проследить, как эти деньги накапливались на вашем счете, чтобы достигнуть данной суммы. Если мы говорим про продажу недвижимости, то необходимо показывать договор, оценку, каким образом непосредственно, также выписку из банка о перечислении денежных средств, и более того, необходимо показывать, откуда у вас эта недвижимость появилась. Если это наследство, то предоставляем документы по тому, как вы это получили. Если это покупка несколько лет назад, то необходимо показать сумму, за которую вы ее купили, и где вы получили деньги для этого. Но, опять же, это идет основной блок работы иммиграционного адвоката при подготовке 526-й петиции, и на это просто нужно закладывать время. Мария, передаю слово. Да, спасибо. Наверное, в продолжении, вот еще в дополнение к вопросу об источниках средств, тут также может потребоваться работа не только иммиграционного адвоката, но и вашего налогового консультанта, потому что вполне вероятно, что вы отчитывались по определенным сделкам, доходам и так далее, но у вас там справки 2 НДФЛ нет, у вас есть декларация 3 НДФЛ, или у вас были некие доходы, которые вы получали как индивидуальный предприниматель, или получали доходы от бизнеса и так далее. То есть все нужно смотреть в зависимости от вашей ситуации. Там есть у нас клиенты, которых мы ведем уже длительное время, и вот по ним возникали, они подавались на гражданство в других странах, и, соответственно, поскольку мы их знаем много-много лет, мы могли восстановить им вот эту всю картину и подтвердить, как у них возникали, и главное, что эти доходы подлежали налогообложению. Тогда я перейду, наверное, к вопросам оставшимся налоговым. Вопрос от Ирины. Каждевенцам. Семьи относятся только супруг, супруга, дети, а родители обоих супругов. Да, родители могут относиться каждевенцам при условии, если вы несете расходы более 50% на их содержание. Вопрос от Дмитрия. По сути, с приходом Трампа ужесточилась, видимо, налоговая политика. Какие налоговые перспективы в случае, если он останется и его сменят? Ну, наверное, гадать на кофейной гуще это не самое благодарное дело. Но тенденция такая, что если он останется, то, наверное, говорить о возврате каких-то там вычетов и о том, что давайте новый какой-то вычет ведем и так далее, я думаю, наверное, не стоит об этом говорить. Как будет налоговая политика? Пока, там, говорите о законопроектах или нет возможности, да, и там слухов и спекуляций много на, как всегда, в предвыборный год и в предвыборное время. Но что будет потом, посмотрим. Вопрос от Максима. Про то, как учитываются пассивные доходы, получаемые в другой стране. Расскажите, пожалуйста. Ну, собственно, так же, как вот я вкратце сказала, как и любые другие доходы учитываются. Эти доходы показываются на налоговой декларации США и налог, который был уплачен, например, в России, 13% на те же дивиденды, то данные 13% они будут вычтены против, зачтены против рассчитанного налога, рассчитанного налога в Америке. Дивиденды могут облагаться как по максимальной ставке до 37%, так и, если это квалифицированные дивиденды, то по ставке 20%. Плюс еще будет дополнительный налог на чистый инвестиционный доход 3,8%. Вопрос от Виктории. Кто оценивает активы для целей налогообложения? Госорганы, независимый оценщик. Если говорим об активах, то при подаче информационных форм оценивает сам налогоплательщик, но, естественно, он базируется на некой оценке, которая у него там либо до этого была сделана оценщиком, либо он недавно купил этот объект и понимает, сколько это стоит. Если мы говорим о налоге на выход, о том, когда, по сути, нужно рассчитать все свои стоимости, всех своих активов и рассчитать, будет ли или не возникнет налог к доплате и получился ли какой-либо гейм. Но здесь, конечно, стоит заручиться оценкой независимого оценщика для подтверждения. При этом эти оценки не нужно будет, и отчеты оценщика не нужно будет подавать вместе с декларацией, но иметь их при себе на случай вопросов, которые, как практика показывает, могут через 7 лет прийти или даже позже, то это имеет смысл. Вопрос от Егора. При отказе от грин-карты какие выплаты предполагаются? Ну, наверное, имелся в виду налог на выход. При отказе от грин-карты, если вы являетесь долговременным, долгосрочным держателем грин-карты и в течение 15 лет вы более 8 лет являлись налоговым резидентом, то есть вы не подавали вот эти вот истории, что я грин-карт-холдер, но я не резидент. Я буду ездить как турист, но налоги платить не буду. Вот если в течение 8 из 15 вы были резидентом, подавали налоговую декларацию резидента, то тогда вы рассматриваетесь как долгосрочный грин-карт-холдер, и тогда налог на выход рассчитывается как суммарная стоимость ваших активов. Ну, по каждому активу смотрят, как если бы вы его продали сегодня, сколько бы он стоил, и вычитают из стоимости этого актива те расходы, которые вы понесли. Разница облагается по ставке 20%, как долгосрочный капитал гейн. Так, соответственно, дальше вопросы у нас. Ну, это самый мой любимый, наверное, вопрос. How will they know? Кто и как узнает из налоговых органов о том, что у вас что-то, был какой-то актив, были банковские счета или там было еще что-то. Ну, на самом деле, мы сейчас с вами живем в мир настолько прозрачный, транспарентный, и где все со всеми обмениваются информацией, что предположить о том, что никто никогда не узнает, наверное, было бы, ну, как-то это уже так old school, да? Такого быть не может. во-первых, действует система система ФАПКа, это система сбора и передачи информации об американских гражданах, об американских налоговых резидентах, как гражданах, так и грин-карт-холдеров, передачи данной информации банками. Вот самый большой источник информации – это банки. Они обязаны это делать, они это успешно делают, вы об этом можете даже не знать. Более того, если человек не рассказывает банку о том, что он, ну, к примеру, да, он родился в Америке, у него место рождения США указано, он заполняет анкету и в анкете вопрос, вы не являетесь, вы случайно не являетесь резидентом США или, может быть, гражданином США или грин-карт-холдером? Он говорит, нет, я это, конечно, не являюсь. Банк вернется с вопросом и скажет, что, извините, а у вас место рождения в США, вы по факту самого рождения, вы уже, как бы, становитесь гражданином, но чаще всего, как бы, и цель переезда в Штаты и рождения детей в Штатах, она, вот, обусловлена тем, что есть возможность получить гражданство американское. Помимо таких вот, ну, официальных, как бы, официальной передачи информации, но, опять же, не забываем, что любые сервис-провайдеры, которые ведут ваши компании, к примеру, они также собирают информацию и они также хотят знать, резидентом какой страны вы являетесь, потому что на них точно так же распространяются действия ФАПКИ и действия американской, американской вот этой системы по сбору информации о своих гражданах. Америка очень, как бы, она особняком, наверное, стоит, она собирает все о своих гражданах, но она не передает и не участвует в обмене информации, в общем обмене информации, в котором там большое количество стран, Российская Федерация в том числе, и этот обмен, он реально работает. Он реально работает, он автоматический, там, если еще были сомнения в первые годы, как он будет работать и будет ли работать, ну, вот сейчас практика показывает, что и наши органы получают информацию о наших резидентах, и иностранные органы получают информацию об их резидентах. Поэтому заполнение анкетбанки при открытии счета там, это очень, момент очень важный, и обратить на него внимание стоит, и, как бы, заполнять нужно аккуратно. Вопрос от Светланы, почему же нельзя сделать единую форму, и не происходит ли двойного налогообложения, когда резидент выплачивает налоги на уровнях государства, штата и города? Ну, единой формы нет, вот такова, такова действительность, такова специфика. Двойное налогообложение, ну, возможно, так сказать, что да, оно происходит, потому что на один и тот же доход по разным ставкам вы платите налоги на федеральном уровне, на уровне штата и на уровне города. Часть из этих налогов может быть вычтена, вычтена из дохода, из налоговой базы для федеральных целей, но, тем не менее, тем не менее, да, это некое двойное налогообложение. Ну, вот оно существует, и система штатовских налогов и городских налогов, она действует во многих штатах. Вопрос, еще один вопрос по поводу срока исковой давности от Людмилы. Мария, нет ли срока исковой давности? Например, вот тот же случай Олега Тинькова налоговой США с претензией обратилась лишь спустя много лет. Есть стандартные сроки исковой давности 3 года, есть сроки исковой давности 6 лет, например, по иностранным банковским счетам и иностранным банковским формам. Есть уголовное преследование, у которого срок может быть дольше. Ну, вот в данной ситуации срок был практически, там, наверное, 7 лет или... Я не помню, в каком году имело место, вот, собственно, то, что это из публичной информации, нужно посмотреть, почитать. Вообще, неуплата налогов в штатах считается самым, наверное, одним из самых страшных преступлений. Шутить с налогами не стоит, ну, вот, и наказание за это очень-очень суровое, очень жестокое, может быть. Вопрос от Григория. Получается, дешевле по символической цене, чем передавать по наследству. Ну, тут вопрос тоже продажи по символической цене. Продажа должна осуществляться на... по принципу вытянутой руки, да, то есть на основании того о рыночной стоимости, которая, которая, как бы, сложилась на данную вещь или на данный актив. Такое понятие fair market value, справедливая рыночная стоимость. И все игры, когда они касаются, актив стоит миллион, а его продают за рубль, ну, это означает, что это некая... некая недоуплата, неуплата налога и некое занижение налоговой базы, потому что на самом-то деле стоило бы дороже. Плюс другая сторона вопроса, когда кто-то что-то покупает дешевле, чем это стоит на самом деле, то может возникнуть доход в натуральной форме, потому что у вас нет... доход, видимо, от выгоды, вернее, потому что вы приобретаете за рубль что-то, что стоит 100 рублей на самом деле. Вопросы... Так, провизы, провизы, провизы. Вопрос от Марии. Правильно ли я понимаю, что речь идет о 180... ...резидентства, или есть особые условия сейчас? Если мы говорим о тесте фактического присутствия, то речь идет, да, о 183 днях, но только они рассчитываются по-другому. Они рассчитываются, как смотрят количество дней в текущем году, оно должно быть не меньше 31 дня, и затем смотрят количество дней в текущем году, 1 треть от количества дней в предыдущем году и 1 шестая от количества дней в год, 2 года назад. Вот это суммирует, и если вот это превышает 183 дня, то тогда физлицо установило налоговое резидентство по тесту фактического присутствия. Как все-таки определяется, в каком штате должен платить налог? Вопрос от Анны. Определяется более сложно. Определяется на основании законодательства того или иного штата. Если вы в этом штате только мимо проезжали и были там в отпуске, то налог платить вы, конечно, не должны. Но если вы постоянно живете, заявлены там как постоянное лицо, постоянно проживающее лицо, у вас есть факты, свидетельствующие о вашей связи с этим штатом, ну, например, ваши водительские права выданы в этом штате, ваш почтовый адрес зарегистрирован в этом штате, вы работаете в этом штате и извлекаете доходы от трудовой деятельности на территории штата, то вас, скорее всего, признают резидентом в штате. А так нужно читать закон каждого штата. Как попасть в Лондон? Вопрос от Николая. При наличии гражданства, но не являясь налоговым резидентом США, какие обязательства по отчетности и уплате налогов сохраняются? Являясь гражданином США, вы всегда, на веки вечные, остаетесь налоговым резидентом США. Нельзя иметь паспорт и не быть налоговым резидентом США. Поэтому остаются все те же, вне зависимости от того, где вы проживаете, за пределами США или в США, или вы путешествуете по всему миру и вы живете в каждой стране не больше месяца одного, не больше двух месяцев, то тем не менее, наличие у вас американского паспорта автоматически вас делает налоговым резидентом США до тех пор, пока у вас этот паспорт есть, до тех пор, пока вы от него не отказались. А дальше уже идет вопрос, как определяется ваша налоговая база, это ваши общемировые доходы. Вы подаете декларацию, вы подаете все формы отчетности, о которых мы сегодня говорили, по своим банковским счетам вне Соединенных Штатов, по своим иностранным компаниям, по иностранным структурам, по подаркам, по наследству, это уже не вы будете подавать, а те, кто после вас, ваши наследники. Вот, соответственно, все требования и все обязательства, они сохраняются, вне зависимости, где вы проживаете. На этом вопросы, как я вижу, у нас уже закончились. Один вопрос еще для меня есть, два, один, как попасть в Лондон, если они тоже... Расскажите, Варвара, как попасть в Лондон? Ну, здесь, опять же, я, скажем так, сказала про Лондон в привязке того, что эта опция доступна для тех, у кого открытая виза сейчас есть на руках. Получить новую, к сожалению, сейчас нельзя. Так, вопрос от Александра, Варвара, можно ли включить родителей в заявку по программе EB-5? Нет. То есть это супруг супруга, дети до 21 года, не состоящие в браке. Вот в тот момент, когда вы получите гражданство, это через 8-9 лет с начала процесса, вы можете подать на воссоединение семьи и перевести своих родителей. До того момента, как вы получите гражданство, это сделать, к сожалению, не получится. Ну, на самом деле, два часа в онлайне, это впечатляет. Мария, у вас выключен звук. Да-да-да, я хотела сказать, что два часа пролетели незаметно, у меня уже даже вот фон такой вечерний. Ну, последний вопрос, я думаю, мы на нем заканчиваем, занимаемся ли мы еще какими-то визами, кроме США. Нет, мы работаем только с США, это вот наша очень узкая специализация, но, как я уже проговорила, про США мы знаем очень много. То есть вот, если вам нужно США или вы знаете того, кому это может быть интересно, мы вот прям очень много чего можем рассказать. И с точки зрения законодательства, и с точки зрения практики, опять же, несмотря на то, что консульства сейчас не работают, на программу ВВ-5 можно спокойно подавать. Если вы планируете подаваться по визам и 2, и 1 и прочее, там подготовительной работы достаточно много требуется до того, как вы подаете какие-либо заявления, поэтому начинать разбираться, выяснять можно сейчас. Мы думаем, что этот бан, он все-таки после Нового года прекратит свое существование и консульства начнут принимать и на остальные типы виз. А по визе ВВ-5 вы сначала подаете документы, а к визе вы подходите через полтора, два с половиной года, поэтому подавать можно сейчас все удаленно, полностью помогаем, вот там сначала первой консультации понять вообще, как работает программа, на что нужно обращать внимание и какие дополнительные альтернативные варианты есть мимо программы ВВ-5, а дальше уже потихонечку за ручку вместе с вами каждый этап процесса проходим и остаемся на связи постоянно. Ну, пожалуй, все. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, уважаемые спикеры. Очень насыщенный получился вебинар и очень структурно и полезно. Спасибо. 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 Спасибо.